ФТОС «Пограничный» в микрорайоне Рудника готовится к проведению праздника для жителей. Он знаковый для территориального общественного самоуправления. День пограничника состоится на площадке Центра семейного отдыха. Эта общественная территория – одна из первых благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Вот на этом месте в свое время было брошенное поле, огромный бурьян, свалки, помойки и так далее. И пришли мы к тому, что все-таки надо что-то исправить, и жизнь надо как-то поменять в лучшую сторону. И вот получилась вот такая замечательная площадка. Сейчас уникальная возможность получить федеральные деньги и обустроить еще один уголок в нашем городе. Шесть общественных территорий в Нижнем Тагиле получили новую жизнь благодаря национальному проекту. Многофункциональная площадка в микрорайоне «Девятый поселок» также из их числа. В ее торжественном открытии в прошлом году приняли участие глава города Владислав Пинаев и министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов. Сегодня тагильчанам предлагается поддержать проект благоустройства Ленинградского проспекта. Благодаря нашей инициативе у нас в микрорайоне появилась новая, современная, спортивная и детская площадка. Все зависит от нас. Голосуйте за Нижний Тагил за выделение нашему городу федеральных средств. Вчера площадка на «Девятом поселке», сегодня Ленинградский проспект, а завтра сквер рядом с вашим домом. Рейтинговое голосование проходит на сайте 66.городсреда.ру. Здесь представлены два варианта дизайн-проекта. Свой выбор необходимо сделать до 30 мая. Благоустройство Ленинградского проспекта планируется в 2022 году. Ленинградского проспекта планируется в 2022 году.